У меня началось все с того, что я устроился официантом в 2003 году в такой очень большой файн-дайнинг-ресторан, премиального уровня, с 17 вилками. Я ему отбал дыскал 200 тысяч, как сейчас помню, открыл сейф, достал 100 тысяч, сказал на тебе 100 тысяч, и еще 100 дам, когда закончишь. Зачем ресторану нужна диджитализация? В ХАСПе, вот эти все внутренние аудиты, тайные гости, и ЧПС открытия-закрытия делать с телефончиками, а не на бумажках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, это новый выпуск «Съедобный бизнес». Сегодня мы в гостях в прямом смысле у Леонида дома, с Новоселем. Вы видели Леонида в предыдущем выпуске. Буквально несколько слов представлю. Бизнесмен приехал завоевывать рынок Дубая. Ютубер, мой прямой конкурент. Но, как вы видите, конкуренция – это не всегда плохо. Я думаю, что мы вместе сможем сделать информационный ресторанный бизнес более успешным и полезным для всех вокруг. Леонид, первый вопрос. Расскажи немножко о себе. Вообще, чем ты занимаешься в России и с какой целью приехал в Дубай? Ну, я одна из компаний, которой я руковожу. Занимается автоматизацией ресторанов. И мы в прошлом году поставили цель – выйти за рубеж. Так совпало, что я как раз-таки в этот момент был в таком все в долг туски в Дубай. Я приехал сюда на три недели. Был прошлый январь с новогодней ночью. Ну, я так, неделю отдыхал, а две недели ездил по встречам. Смотрел, что тут может у нас получиться. И как раз это совпало с годовым планированием. В общем-то, то ли под воздействием небоскребов, то ли просто из-за амбиции мы, в общем, поставили цель выйти за рубеж. Я вернулся в Россию. И мы открыли сразу три офиса в Екатеринбурге, в Новосибирске и в Казахстане. После того, как поставили цель быстрого масштабирования, да? Не-не, ну, мы там до этого открывали филиалы. Ну, просто так получилось, что очень быстро мы там начали открывать филиал. Мы просто там три открыли буквально за первый квартал прошлого года. И мы открыли филиал в Казахстане, слетали туда, открыли там юрлицо с местными партнерами, инвестировали. Пошли первые продажи. И что-то как-то мы быстро поняли, что Казахстан – это очень круто. То есть я считаю, что Казахстан – это прекрасная страна, быстро растет. Но когда мы ставили цель выйти за рубеж, мы имели в виду что-то другое все-таки. Ну, вот СНГ, ну… Из русскоязычного пространства. Да, потому что… Из зоны комфорта. Да, у нас и до этого были продажи в Казахстане, там клиентов 50, наверное, удаленно. Мы летали или удаленно делали. И, в общем-то, мы начали искать. Не знаю, могу рассказать потом, почему выбрали именно Дубай. Ну, долго, скажем так, выбирали, летали везде. И в итоге решили, что Дубай – это то, что нам нужно для старта. И вот, в общем-то, мы начали первый раз. Я сюда понесел в конце сентября прошлого года. Ну, уже так, уже с целью открываться. Окончательно мы решились к концу октября, что все, типа ныряем. Ну, и вот середина октября. Примерно, получается, полгода сейчас мы здесь. Офис, 7 сотрудников, примерно 40 клиентов сейчас. Вот недавно пробили минимальный порог по выручке, который нужен, чтобы получить ИНН. Как, не знаю, как достижение или как лузерство, что на это все, целых полгода на это ушло. Да, ну, вот как бы. Ну, давай легкий флешбек. Расскажи вообще, что это за бизнес, с которым ты пришел в Эмираты. И вообще, каким бизнесом ты помимо этого занимаешься, чтобы людям было понятно. Слушай, ну, я все это называю ресторанный бизнес. То есть у меня началось все с того, что я устроился официантом в 2003 году в такой очень большой файн-дайнинг-ресторан премиального уровня с 17 вилками. Вот с этим совсем. Потом там был барменом, потом барменом в сети баров, потом барменеджером, потом управляющим. В каком городе? В Питере. Все в Питере. В Питере, ну, и в его окрестностях. Потом вот мы открыли с партнером наш первый ресторан. Сначала как наемный управляющий. Ну, то есть был инвестор, было помещение. Мы вот с нуля его строили полтора года. Мы его запустили, потом взяли в управление еще один ресторан, потом с нашим вот инвестором, работодателем договорились, что мы просто берем бизнес в аренду и работаем не за зарплату, а выплачиваем ему аренду за помещение и за бизнес, а все, что останется, забираем себе. И так это все там, ну, в какой-то момент в Пике было шесть ресторанов, что ли, в управлении у нас. И в 2010 году мы что-то увлеклись диджитализацией наших ресторанов, потому что мы сами с партнером учились на программистов самолетов, хотя мы в институт не выходили, ни одной программы в жизни я не написал своими руками именно. Вот, но это вот айтишная часть, она проснулась, и мы начали автоматизировать свои рестораны, и нам это понравилось. Потом, у нас там еще к этому моменту была компания, недолго это длилось, но мы продавали воду и алкогольные напитки в рестораны. И я как раз таки за это направление отвечал, там вместе с командой продавцов, ходил по ресторанам, ну, то есть очень много общался с другими ресторанами. И вот мы у себя это сделали, я начал на встречах рассказывать, вот смотрите, как круто. И вот какой-то клиент сказал, слушай, мне как раз-то надо, сколько стоит. Я ему отбалдыскивал 200 тысяч, как сейчас, помню, открыл сейф, достал 100 тысяч, сказал, на тебе 100 тысяч, и еще 100 дам, когда закончишь. Ну и, собственно говоря, да, я вышел из этого клиента, до сих пор ему очень благодарен, потому что вообще на Берине такого особого делать нет. Я позвонил партнеру, сказал, что типа я не знаю, что делать, но у нас предоплата, ну, как бы надо там суетиться, ну, и, ну, вот, в общем, так. Кончилось это тем, что сейчас эта компания называется Open Service, то есть сейчас они работают там, я уже точно не знаю, сколько человек, 170, 200. Вот у нас, соответственно, Дубай – это девятый офис, восемь, восемь офисов по всей стране и в Казахстане. Я правильно понимаю, то есть Open Service – это дистрибьютор компании Айка? Да, то есть наш базовый продукт Айка, ну, я не могу сказать, что, то есть, да, мы, безусловно, дистрибьютор, но за годы у нас появилось несколько собственных разработок, например, самая крупная из них – это Docs&Box, сервис электронного документа оборота. Он сейчас представляет из себя отдельную компанию, в которой работает 70 человек, там, 5000 клиентов. Отлично. Да, то есть, ну, это просто выпачкал, то есть какие-то есть продукты у нас свои. Вот, но я это, то есть, как бы, с одной стороны, это очень разные бизнесы, там, делать свой продукт и быть дистрибьютором другого. Да. Вот, но в то же время, так или иначе, мы все решаем одну задачу, соответственно, помогаем ресторанам быть лучше. У нас миссия компания – делать рестораны лучше, предоставляя проверенные на своих ресторанах решения. Принято. Давай определимся по основным продуктам, которые вы предоставляете, потому что я хочу, чтобы это было полезно для наших подписчиков в таком ключе, что, возможно, они в дальнейшем смогли бы использовать один из этих продуктов. Значит, есть Icon, где вы являетесь дистрибьюторами и партнерами в Дубае, правильно? Да. Есть Docs&Box. Да. Что еще? Сервис Инспектор. Это сервис электронных чек-листов для ресторана, чтобы хасп и вот эти все внутренние аудиты, тайные гости и чек-лист открытия-закрытия делать в телефончике, а не на бумажках. Отлично. Вот. Есть Tocal. Это все, что касается маркетинга ресторанов, системы лояльности, сайты, call-to-action рекламные компании, ну, то есть там такой продукт-услуга, главная цель которой – привезти гостей в ресторан. Вот. Это называется Tocal. Есть целая куча, там, порядка 25 маленьких штучек. Ну, это как допы. Да, суперотчетики какие-то, дэшборды, какие-то кухонные экранчики, там, ну, киоски самообслуживания, как в Макдональдсе стоят, биометрия, чтобы чекиниться варки, первайку, там, куда угодно, через отпечаток пальцев, а не вот по карточке. Вот. Ну, я их называю отдельно, потому что такие маленькие штучки, маленькие примочечки, скажем так. То есть это может быть без, это как дополнение. Да, мы это, мы себя называем, ну, мы делаем АМГ-обвесы для основной системы автоматизации. Отличная автоматизация. Да, и там это может быть 1С, Айка, Телепат, Эркипер и вот наши АМГ-обвесы. Вот. Мы, в целом, то есть вообще у нас как бы как-то, то есть, когда мы начинали, был Эркипер, он владел 90% рынка, и Айка была таким новым продуктом. Вот сейчас там это не так. Сейчас Айка номер один, потом идет Фостер номер два, и Айка, Эркипер номер три. Так вот у меня разумеется. И там где-то в хвосте все остальные вместе взятые. Вот. Я сейчас не делю, то есть, хотя у нас там очень сильная конкуренция, и местами идеологическая. То есть, я давно как бы, знаешь, как-то сам ее перерос. И вообще, на самом деле, если бы не вот вся вот эта идеология, может быть, мы бы Эркипером бы занимались и 1С, и Телепатом. То есть, я считаю, что наша главная задача – делать ресторан лучше. А дальше вопрос там выбора инструментов, он как бы на меня вторичен. Ну вот, ввиду того, что рынок, он такой, что ты не можешь быть и Айка, и Эркипером одновременно, мы там в свое время сделали выбор на этой системе. Вот. Хотя, я говорю, у нас среди Эркиперных клиентов, Телепатных, 1Сных, их тоже уйма. Просто основной продукт им поставили не мы, но вот всякие темы, геобесики. На дополнение ваше. Окей, принято. Скажи, пожалуйста, в общем, зачем ресторану нужна диджитализация? Зачем нужно оцифровывать и ресторатору вкладываться дополнительно, если он может по старинке тестировать там официантов, собирать отзывы у гостей, заполняя анкеточки и так далее. То есть, зачем это нужно? Зачем нужно дополнительно вложиться в автоматизацию и дидиджитализацию, нежели продолжать жить там в 14 веке? Ну, смотри, здесь просто как шла эволюция систем автоматизации. То есть, сначала, то, что я называю, был POS 1.0. Это когда у тебя есть какая-то штука, которая бьет чеки, чтобы выносить при чеке. И иногда она еще шлет бумажки на кухонные принтеры. А учет в тетрадках, где-то там в Excel-ках и так далее. Это был POS 1.0. Дальше был POS 2.0, так называемый. Это когда all-in-one. И таких системы в России и в других странах СНГ очень много. То есть, это когда мы говорим все-таки, что есть касса, есть складской учет, какой-то финансовый учет, система там лояльности, кухонные экраны уже пошли, бла-бла-бла. И, соответственно, основное свойство этих POS 2.0 в том, что это довольно-таки сложные системы, которые требуют обучения. То есть, у нас, например, базовый курс обучения калькулятора это 10 академических часов, растянутых на 3 недели с домашними заданиями и так далее. Ну, то есть, это там как ПТУ корочку получить. Там финансовый учет в ресторанах также, система лояльности. Ну, к сожалению, также. И вот сейчас мы потихонечку переходим в POS 3.0. POS 3.0 – это когда у тебя все процессы ресторана, они в цифре. И POS 3.0 работает за тебя. То есть, POS 3.0 смотрит, что у тебя что-то не так с футкостом, предлагаете сменить конкретного поставщика на конкретного. POS 3.0 не предлагает тебе открыть огромный-огромный отчет, смотреть в него и делать вид, что ты такой управляющий, принимаешь управленческие решения сейчас. POS 3.0 тебе сам говорит, смотри, Вася отменил пречек после скидки, смотри, здесь футкост скакнул, смотри, здесь выручка меньше, чем обычно, а здесь вот средний чек у Бори упал. То есть, когда мы часть работы делаем за сотрудника ресторана и говорим ему, когда ему нужно вмешаться, то есть, когда мы без человека, мы же не можем за человека что-то сделать, когда вмешаться. То есть, сейчас только зачатки у нас в продуктах появляются. Например, в Docs & Box мы каждый вторник всем клиентам, то есть, через нас проходят продуктовые накладные от поставщиков, все закупки, и мы шлем управляющему на почту отчет, в котором написано, какие цены подскочили, какие упали. То есть, мы не говорим ему, зайди в отчет по закупкам и сравни цены, посмотри, что у тебя там происходит. Мы ему раз в неделю говорим, как у него дела. Хорошо, ничего не надо делать, или херово, сюда надо срочно влезать. Аналитика производит на базе введенных данных за предыдущие периоды? Ну, в нашем случае через нас идут продуктовые накладные, накладные только 12, идут от поставщиков ресторана через нас. Мы анализируем накладные конкретного ресторана и говорим ему, что у него не так. Нет, я понял, но на базе каких данных, то есть, что вы анализируете? Вы анализируете предыдущий период с нынешним введенным, правильно? Да, да, да. И, соответственно, там сейчас начинается, когда мы еще начинаем сравнивать твой ресторан с другим релевантным рестораном. Говорим, что, в общем-то, ты молодец, но есть рестораны в этом городе, похожие на тебя, которые закупаются дешевле. Это вы делаете на базе ваших клиентов, правильно? Да, да. Ну, понятно там, да. Или там у нас есть… Мы иногда это делаем по историческим данным, а иногда у нас есть отдел, который постоянно собирает прайсы с поставщиков, сводит их в кучу, и мы иногда опираемся на них, на конкретные коммерческие предложения. Это очень интересно, да. Да, потому что сравнивать, на самом деле, кажется, что надо сравнивать закупочные цены одного ресторана с другим, но в жизни так не работает, потому что ты никогда не знаешь, платит он или не платит, какая там отсрочка за наличку или по безналу, там, ну, целая куча обстоятельств и объема еще, да, поэтому, то есть гораздо проще оказалось опираться на коммерческие предложения поставщиков, которые мы собираем, то есть больше мы смотрим по ним. Окей, отлично. Это Docs in Box, это… Да, например, там, да, Вайка, Вайка есть сейчас там Телеграм-бот, который уведомляет тебя про все опасные операции. То есть ты вообще отчета не смотришь, вот, интересно, что-то случилось, он тебе долбится в Телеграм. В Вайке вот, что мне очень нравится, появился флорокастинг, он смотрит на твои продажи за 6 недель назад, говорит тебе, делает прогноз продаж по блюдам на следующую неделю и каждый день распечатывается из Вайка такая штука, сколько тебе заготовок надо. По-моему, это бомба, потому что сколько нужно заготовок, это все время какое-то гадание на кофейной гуще. То есть оно не всегда точное, безусловно, там много возражений, но статистика показывает, что в 9 из 10 случаев Вайка угадывает, и это все равно лучше, чем как бы хером к носу, как мы говорим. То есть такой-такой способ. Там в Веркипере сейчас очень много таких штучек начинает выходить, в Телепаде там кое-что появляется, в 1С-очке, то есть все в это идут, и мне кажется, это круто. То есть конечная, конечная, видимо, vision, к чему мы придем, я ее называю, это jobs to be done. То есть ты нанимаешь IT-систему на работу, ты ей платишь зарплату в виде абонентской платы, и она за тебя делает какую-то штуку целиком, вот и да. Не так, что ты просто смотришь в нее отчеты, вот она за тебя делает твою работу. Понял. Вот, и вот я вот в это верю. Почему я, как ресторатор, должен выбрать Айка, а не Майкрос в Эмиратах? Я, то есть смотри, в России у нас там сильная война, то есть уровень конкуренции в России, тогда в каждом новом объекте, кстати, на Украине такая же история, в каждом новом объекте 6-7 компаний толкаются, вот иногда 10. И я всегда говорю, что не надо выбирать Айку, Майкрос или Эркипер, там, или Телепат, надо выбирать того конкретного чувака, с которым ты разговариваешь. Потому что все в нашем бизнесе. На взаимоотношениях. Да, в нашем деле. То есть насколько он эксперт, насколько он шарит в твоих вопросах, насколько тебе просто комфортно с ним, насколько он готов, когда ты ему в 11 вечера звонишь, спрашиваешь какие-то вопросы по коммерческому предложению, он тебе отвечает, потому что именно так потом с тобой будут работать. И поэтому не надо выбирать Айку, Эркипер, надо выбирать конкретных людей. Вот, я считаю, что так. И, соответственно, здесь абсолютно то же самое. То есть я уверен, что если бы мы сюда пришли и начали здесь продавать там Эркипер, Телепат или даже Майкрос, у нас были бы продажи. Просто потому, что мы из рынка, мы хорошо понимаем клиентов, мы знаем, что и надо, и мы с ними хорошо взаимодействуем. Понятно, что у Айка как у продукта есть какие-то свои плюсы, и их много, и мы выигрываем сделки тоже за счет этого. Но, то есть, там примерно так это распределяется, 30% в качество продукта. Вот у нас, слава богу, там есть что сказать. 30% это конкретный чувак, который сидит на переговорах с клиентом face-to-face. То есть от того, как он говорит. И 30% соответственно бренд-репутация. Ну вот бренда-репутации у нас нету, поэтому мы комбинируем здесь. Да, но все же вы выбрали Айка, не Аркипер, не 1С, вы выбрали Айка и совместно продвигаете этот продукт за границей. Поэтому я хочу понять с точки зрения бизнеса. Вот у меня есть Майкрос, 90% ресторанов бизнеса работает в Дубае на Майкросе. Заходите вы, Айка. Что должно меня подтолкнуть к смене? Ну смотри, то есть те клиенты, у которых мы Майкрос уже поменяли, ну кстати, чтобы ты понимал, в России и в Украине Майкроса давно нет, он уничтожен. Майкрос? Да, но он есть только в широтонах пятизвездочных по контрактам. Согласен, тут мы говорим про Дуба. Да, смотри, те клиенты, которых мы уже Майкрос поменяли, они сказали, что мы, они так нам сказали, что смотрите, ребята, вы сделаете нам в 10 раз больше и в 10 раз дешевле. То есть разница в 100 раз. Поэтому, то есть, ну там просто нет аргументов. Когда мы говорим, дайте нам 1000 долларов за это и 200 долларов в месяц, а Майкрос просит в 10 раз дороже и не делает за это нихера. Вот, ну то есть, вот разница она в этом. Причем, как бы на самом деле, заблуждение, что Майкрос здесь 90%. Самый крупный местный игрок это Сапат как раз таки. И у него доля рынка аж 3%. У Майкроса еще меньше на самом деле. Вот, то есть, как бы, это кажется, что Майкрос здесь повсеместно. Просто Майкрос он на виду, потому что вот все навороченные места, они пока на нем. Но на самом деле, то есть именно в штуках, то есть нет, здесь как бы в Вавилон же весь мир, очень много там сотен, то есть в России там компаний всего там, их много, но 90% рынка держит 10 компаний. Здесь 150 компаний, с очень так ровным слоем намазаны, поэтому, то есть мы каждый раз, каждый день узнаем название нового конкурента. Это, конечно, смешно. Кто, кто, блин? И вот и так каждый день. То есть вроде уже всех знаем. Нет, каждый день кто-то новый. Я понял. Хорошо. В Дубае ваш продукт стартует от какой цены? У нас стартовая цена для футраков 200 дирхам в месяц. Но это когда вот ты футрак, и все, и больше ничего тебе не надо. Никакого бэк-офиса. Обычно ресторан у нас первый моноблок, первый пост стоит 400 дирхам в месяц, и все остальные 200 и выше. Ну, то есть если три моноблока у тебя в ресторане, то это будет 800 в месяц. То есть вы не продаете железо? Нет, железо мы продаем. Железо плюс абонентское обслуживание 400 дирхам для ресторана с одним POS, для футрака 200-250, да? 200, да. Ну, просто железо у всех условно одинаковое и стоит условно одинаково. Поэтому, то есть, да, конечно, мы его предоставляем, но в этом нет ничего такого. Хорошо. То есть вот нас смотрят молодые рестораторы. Если я хочу открыть ресторан в Дубае, мне будет достаточно одного посттерминала. Сколько мне с железом обойдется? Ну, мы сейчас рекомендуем, если это все-таки аликартовый ресторан, то ставить один посттерминал и официантам выдавать на ладоннике. Тачпеды? Ну, они могут поставить на свой айфон, андроид, телефон, или можно купить айподы, или какие-то дешевенькие девайсы. То есть у нас есть мобильные приложения, и так это лучше работает. И мобильным, и курьером также, потому что в Дубае все-таки любой ресторан это посттерминал, два-три официанта и два-три курьера. То есть здесь конструкция, конфигурация минимальная другая. И у мобильных курьеров тоже, естественно, свои на ладоннике. На ладоннике они там по 50 в месяц стоят. Ну, то есть там, если их 5, то это плюс 250 к цене. Железо в Дубае стоит комплект дального ресторана, ну, вот на одно место, там 2,5 тысячи дирхам примерно. Всего лишь? Да. Это с принтером? Ну, моноблок и принтер. Тут же нет фискальников, поэтому все используют обычные принтеры. Вот там 2,5 тысячи, да, дирхам. Ну, то есть по факту 2,5 тысячи дирхам за железо, ну, типа там пару-тройку тысяч нам за всякие обучения, имплементацию техработы провода. И там дальше, там условно, 600-1000 дирхам в месяц. То есть максимум где-то 5 старт и до 1000 ежемесячная. Да, у вас средний клиент как раз, да, так 5 плюс 1000, да. И, ну, отлично. Мы с тобой выяснили, что средний ресторан стоит 500 тысяч долларов. Да. То есть как бы это ничто. Кофемашина стоит дороже. Да, очень крутое предложение, супер. Ну, сталкиваясь здесь, я вижу, что любой российский IT-продукт, СНГ-шный, он вполне конкурентоспособен в мире. Я вот сейчас даже люблю говорить, что русская диджитализация может больше, точка сильно больше. Вот, ну, потому что, когда ты воюешь на маленьком рынке, то есть ты должен облизывать каждого клиента, это вынуждает тебя продумывать очень о многих деталях. Вот, и из-за этого продукты, все, которые в России делаются, они реально очень качественные. А когда мы приходим здесь, здесь много клиентов, ну, вот эта вот беготня, быстро-быстро-быстро, поэтому все такое очень поверхностное, непроработанное, и, в общем-то, на клиентов всем пофигу, потому что их много. А в России каждый важен, да, то есть ты, если этому не продал, то есть ты не работаешь, то все, ты больше ни с кем не работаешь, потому что, ну, вот, в каком-нибудь Самаре там, ну, пять крупных клиентов, там больше нет никого. Вот, из-за этого, мне кажется, любой наш продукт, он на самом деле, ну, понятно, там, с должными инвестициями и с должным огоньком раскатываем по Дубаю точно будет успешен. Какая цель на 2019 год по бизнесу именно, по диджитализации Дубая? 307 внедренных объектов, полмиллион дирхам выручки. На сегодняшний момент в процентах сколько сделано? Сейчас 40 клиентов с 307 и 150 тысяч дирхам выручки. То есть чуть больше 12%. Ну, мы идем сейчас в плане по штукам. Единственное, я пока не очень понимаю, как вот фактор Рамадана и Лето насторазится, мне пока непонятно. С одной стороны важный фактор, с другой стороны, пока у тебя маленькая доля рынка, это все оправдание, то есть, ну, все равно рестораны будут строиться. Вопрос там, как бы, сколько... Да, однозначно. Как раз летом это время, когда... Да, мы немножко не рассчитали по среднему чеку, то есть я ожидал, что здесь мы будем продавать сильно дороже, чем в России, а мы продаем в полтора раза дороже, чем в России, но при этом расходы здесь, сам понимаешь, они там в 3-4 раза выше. То есть маржинальность у вас ниже здесь, чем в России, получается? Ну, или где-то так? Смотри, то есть у нас затраты здесь в 4 раза выше. Да. На флот, на прочие дела. А выручка, ну, а удельная стоимость клиента в полтора раза больше. Ну, то есть, грубо говоря, надо быстрее бежать, чем в России. Ну, правда, мы пока работаем в очень низком сегменте, да, мы сейчас в первую очередь охотимся за небольшими заведениями, сетями только начали месяц назад заниматься и сейчас назревает несколько очень крупных контрактов. Там в целом такие контракты, что каждый этот контракт он нам делает годовую цель сразу одним контрактом. Ну, да. Поэтому, да, поэтому, ну, то есть это было сначала, нам важно было разогнаться, набить руку, убедиться, что продукт работает, что мы не упрёмся в какую-нибудь маленькую локальную штучку, которую год придётся программировать. Такое бывает при выходе в другие рынки. Вот, сейчас мы видим, что всё нормально, мы всё сделали, и теперь мы готовы охотиться за сетями, чем, в общем-то, и занимаемся. Отлично. У тебя свой YouTube-канал. Да. Ты говоришь, заявляешь, что это самый большой русскоязычный YouTube-канал в ресторанной сфере. Ну, по количеству подписчиков, да, точно больше никого нету. Правда, что такое ресторанная сфера, очень большой вопрос, потому что, видишь, у меня всё-таки больше про рестораны, про интервью с рестораторами, про IT. То есть, может быть, есть на YouTube какой-нибудь шеф-повар, у которого больше подписчиков. Ну, то есть, вот, за ними я не смотрел. А вот те, кто вот делает интервью о том, как управлять рестораном, то есть, я точно, ну, вот на сегодня, сегодня, там, 6 апреля, то есть, там есть, на самом деле, очень хороший канал, мне нравится. У Дмитрия Левицкого ещё есть несколько, вот у тебя очень хорошо, но, то есть, я начал вот в январе прошлого года, то есть, и ничего сложного нет сделать 10 видосиков, сложно полтора года выходить каждую среду. Вот. И я уверен, что, как бы, ну, может быть, ты такой же, но в России такого человека больше нету, потому что это такой очень левополушарный системный подход, делать так, чтобы процессы так катились, там, в этом же много людей задействовано. Ну, то есть, реально сложно выпускаться каждую среду. Поддерживаю. Да. Подтверждаю. Поэтому я уверен, что у меня нет конкурентов, просто никто не сможет. Хорошо. Расскажи о своем канале, расскажи вообще, зачем ты его создал. Ну, у меня там такой богатый неудачами ресторанный опыт, потому что, вот я рассказывал вначале, да, мы там взяли ресторан в управление, но в итоге формат устарел, мы его закрыли, он ровно 10 лет, кстати, проработал, в пике очень хорошо приносил, был период, когда он миллион в месяц чистыми нам делал. Рублей. Да, ну, соответственно, вот он с 7 по 17 год проработал. Значит, у нас был 9 лет очень популярный летний бар, мы его открыли там буквально из говна и палок, что называется, каждый год удваивался. В пике у нас там было полтора-два миллиона рублей выручки в день. Вот. Потом там у нас, это был центральный яхт-клуб, там были сложности с документами. В общем, пришлось пивотнуться в банкетный зал, потому что ночной клуб, алкоголь и шум, короче, стало нельзя внезапно. Всегда было можно, а внезапно стало нельзя. Ну, а потом, когда чемпионат мира по футболу был, нас оттуда просто выгнали, здание опечатали. Вот. Это была очень дорогая ошибка, потому что мы построили здание 400 квадратных метров, свое здание. Вот. И, в общем-то, оно стоит, но мы в него не можем зайти, ничего в него делать не можем, а земля, на котором стоит, тоже не наша. Ну, молодость, глупость, конечно, сейчас бы я был в умнее, второй раз бы не вписался. Понятно. Вот. То есть была очень дорогая ошибка. Вот. Ну, и в итоге мы долго искали формат, который может стать суперсеть. У нас там такая есть старая мечта с партнером открыть сеть на тысячу ресторанов. И вот там в какой-то момент мы очень выкли с темой 7-11. И один наш клиент как раз-таки там три года назад, вот три года недавно на прошлой неделе точки исполнилось, открыл такую точку. И, в общем-то, мы с ним, знаешь, на теме он хотел тысячу ресторанов, мы хотели на тысячу ресторанов. Мы решили, что лучше, втроем точно шансов больше, чем по одиночке. И вот сейчас-то стрит-маркет, шесть точек в Екатеринбурге, то есть наш ресторанный проект, которым тоже занимаюсь, я его совладелец. Вот, ну, и, соответственно, то есть вот у меня вот есть такой некоторый свой опыт, да, как-то, я там очень много разных форм, был и паб, и ночной клуб, и бар при рок-клубе, и банкетный зал, и семейный кафе, и шосску, да, да. И вот, наконец-то, мы дошли до масштабированного формата, и этот путь там занял 12 лет. Плюс, вот мы там автоматизируем рестораны, я по этому поводу общаюсь с целой кучей разных рестораторов, и какой-то такой опыт формулируется. Вот, ну, и третья часть, это как раз-таки, ну, как бы, это евангелизм диджитализации, да, и вот, когда я думал, как мне своим опытом поделиться, опыт тысяч ресторанов, которых я знаю, вот, как через клиентов, как их опыт транслировать наружу, и как, соответственно, заодно вот продвигать эти идеи о том, как можно бизнесом эффективнее управлять с помощью IT, ну, разогласия идея, в общем, просто надо заняться соцсетями. На самом деле, YouTube-то один из них, то есть там есть Telegram-канал, Instagram и YouTube-канал. Ну, это просто разные форматы, потому что Instagram это что-то такое сиюминутное вот так вот, Telegram это больше текст. Да, в Instagram у тебя, кстати, тоже очень много подписчиков, 180 тысяч. Ну, было когда-то 600 тысяч почти, я много участвовал в гивах, вот, но непрофильная аудитория отводила, потому что я одно время, когда в гивах участвовал, был такой весь из себя битусишный такой рубаха-парень про мотивацию и прочих рейн, но мне это быстро надоело, я вернулся обратно в свою узкую битубинишу, ну, естественно, у меня там сотнями тысяч подписчиков, ну, потому что у меня там девочки 18 лет из Самары, которая там подписалась ко мне, чтобы посмотреть, там, не знаю, как там быть более продуктивной, ей неинтересно вот проводить мои все эти ресторанные байки. Когда уже начинается строго системная работа. ну, вот YouTube мне нравится тем, что он позволяет, то есть все-таки вот эти все мелкие соцсети, это, ну, вот вспышка, да, а YouTube, он позволяет вот взять одну мысль и ее упаковать там в 20-30-минутный ролик и ее от и до дать, вот. И некоторым людям очень нравится именно так потреблять, потому что, к сожалению, чтобы понять эту мысль, нужно смотреть ролик от начала до конца, вот, таких людей меньше, естественно, чем инстаграмных по определению, да. Ну, потому что ролик сложнее сделать такой. Не, ну, сложнее его посмотреть, потому что сейчас люди тоже все же на ходу, на ходу, так вот полчаса посмотреть ролик, это тоже ограничение, но вот зато, как бы, вот есть там благодарная аудитория, которая это нравится. Почти 18 тысяч подписчиков. Да, ну, причем, как бы, вот там мы вообще ничем не занимались, то есть это очень честные подписчики, то есть они все подписались на нас сами, вот, у нас там рекламный бюджет а-ля там 4 тысячи в месяц, просто мы продвигаем по запросам наши ролики в контексте. Ну, и понятно, что что-то идет с моих соцсетей, других, но вот там вот мы вообще... Ну, вот я хочу сейчас задать вопросы, что вы делаете вообще в YouTube, то есть у меня тоже YouTube-канал, я начал его намного позже тебя, соответственно, хочу перенять определенные навыки. То есть, что ты делал на протяжении года и вот я вижу по своей тенденции, что я бы хотел даже столько и больше, но вот на сегодняшний момент я не добираю, если я разложу по ежемесячно своих подписчиков, что, как делать так, чтобы на тебя подписывались и... Ну, помимо рекламы, реклама, понятно, реклама больше дает просмотры. А как добиваться подписчиков? Смотри, то есть, мне кажется, в YouTube 70% успеха можно отнести на причину «хер его знает». Вот. Ну, и как бы все... Записали ответ. Да, все опытные ютуберы, которые говорят, что не знают, как это получается, врут. То есть, ну вот ты симпатичный, ты хорошо улыбаешься, ты хорошее на тебя. Ну, то есть, там какие-то такие очень невербальные, то есть, мне неизмеримые, непонятные причины. Ну, вот Сергей Косенко, иногда он же делает хороший контент, иногда отстой. На него все много подписчиков. Почему? Он же приятный, хореографичный парень, приятно смотреть, что бы он ни делал. Вот бывает так. Согласен. Ну, это там, Дима Портнягин или другие примеры. А бывает, ты как бы делаешь супер-супер контент, но у тебя 100 подписчиков, ну просто потому, что вот ты людям не нравишься почему-то. Хрен знает. Вот. Ну, то есть... А бывают хейтеры, которые обливают грязью в своих эфирах 30% ты не управляешь, то вот какой такой есть, ты делаешь то, что тебе нравится, ну и, соответственно, может быть, кому-то понравится, в крайнем случае нет, как говорится. Вот. Ну, а остальные 30, то есть что это? Это... То есть мы все-таки делаем, стараемся делать видео, отвечающие на конкретный вопрос. Как открыть суши бар, как открыть пекарню, как открыть пекарню за 3 миллиона, как открыть рамен, как развить доставку. Ну, то есть очень конкретный вопрос. То есть, грубо говоря, каждый ролик, он направлен на очень узкий вопрос, целевой аудитории. Да. То есть, чтобы они гуглили этот запрос, и ваше видео появлялось... Ну, и чтобы оно еще не просто появлялось, чтобы еще отвечало, потому что можешь снять что угодно, но назвать это так. Да. То есть важно, чтобы оно действительно отвечало на этот вопрос. Поэтому мы там очень любим цифры спрашивать, то есть очень конкретно, потому что на самом деле, ну, как бы все как бы счастливые, не счастливые там по-разному, а счастливые одинаковые. Всем хочется понять, я тоже открыл суши бар, сколько ушло денег, какой ференчек, какой футкост, сколько занялось, ну, вот все вот это, вот это самое главное. Хорошо. Первая подсказка, это правильный узкопрофилированный контент в каждом ролике. Да. Что еще? Ну, соответственно, продвигать его, потому что когда ты делаешь так, у тебя появляется возможность продвигать его просто в гугл-контексте. Ну, по этим словам. Ну, то есть у нас там каждый ролик, он когда такой, он когда выходит, он там долго держится сам по себе на первом месте по этому запросу. Некоторые ролики до сих пор первые или там в пятерке. Вот, ну, просто вот там вот наш самый популярный как открыть пекарню 30 тысяч органических просмотров, вот он, он просто правда очень крутой. То есть его досматривают до конца чаще всего, он очень круто раскрывает тему, поэтому YouTube его сам-сам, в общем, все время толкает вверх. Ну, понятно, что это не то же самое, как там кинуть мента с Кока-Колу. То есть у такого, у такой темы гораздо больше будет просмотров, да, но мы говорим про воскоспелизированную все-таки B2B-историю. Вот. Следующее, что мы заметили, это эффект сериала создавать. То есть мы анализировали прошлый год и выяснили, что там, где есть цепочки, ну, то есть когда одна, ты делаешь какую-то тему, она слишком большая для одного выпуска, ты ее раскладываешь в несколько и получается такой сериал. Ну, вот, например, дубайский сериал, потому что я последовательно показываю стадия такая, стадия такая, стадия такая, стадия такая. Людям интересно, потому что у каждого ролика есть конец, который плавно перетекает в начало следующего и так далее. Соответственно, была американская серия, когда я ездил, наверное, Рашоу тоже там, соответственно, было людям очень интересно. Стоп, когда я ездил в Америку, там было пять серий, было очень интересно. Там, я пытался сделать искусственную серию, она плохо получилась, новогодний Аджайл. Плохо, потому что была целая идея, там, конкретные поездки, конкретные люди, вот, но мы, к сожалению, первую версию новогоднего Аджайла смогли выпустить только в начале марта, ну, то есть уже из-за задержки этой, да, то есть, ну, короче, нам это провалилось. История. Были несколько интервью, где я брал интервью у двух рестораторов, и, соответственно, я их не делал не так, что не стендалон ролик про ресторатора, а типа пополам-пополам, и, ну, соответственно, была часть 1-2, людям было интересно досмотреть, как бы, да, то есть им понравились эти люди, вот, они захотели досмотреть, что там будет дальше с ними. Интересно. то есть, вот такие истории. Ну, и сейчас я еще несколько таких мини-серий делаю, да, где как бы, ну, где там один из вопросов или какая-то интрига, которая в этом выпуске, она будет озвечена в следующем. Вот. Ну, игры, это не могу сказать, что мы там прямо специально создаем эти сериалы, но просто, когда вот контента много, и он не вмещается в один, автоматом так случается. Понятно. Вот. И третья история, что я заметил, это приближенность, то есть, вот, людям нравится, когда они увидели у тебя в Инстаграме что-то в сторис, чтобы через неделю, через две вышел ролик. Длинный. То есть, тогда у них есть связка с реальным миром. Потому что у нас там, вот, в среднем по году был цикл задержки два с половиной месяца между съемкой и релизом. И, то есть, ну, уже все забыли про этот. Ну, то есть, получается, выходит ролик, и ты как заново. И вот нет вот этого вот микрововлечения. то есть все-таки важно, вот, в сторисе что-то опубликовал, там, какую-то идею, и там через неделю, а вот, помните, я тогда говорил, вот, соответственно, мы готовы. А когда это через два с половиной месяца, то есть много чего теряется. Ну, это как вот сделать, не знаю, сезон какого-то сериала, а второй сезон выпустят через 15 лет. То есть, вроде круто, но многие люди уже умерли, которые смотрели первый сезон. Я понял. Окей, хорошо. Направляешь ли ты трафик с инстаграма и с оффлайна в том числе? То есть, если направляешь, то как? Из оффлайна. Например, я знаю, что ты проводишь мастер-класс, да, читаешь тренинги в Новиковску, как-то конвертируешь свою оффлайн-аудиторию. Да, мне причем кажется, что это ядро. То есть, это сложно посчитать, но мне кажется, что это причем основные мои подписчики. Ну, то есть, я на каждом семинаре, на каждом мероприятии говорю, что есть YouTube-канал, подписывайтесь прямо сейчас. И там после семинара идет какой-то фуллап с материалами, там это тоже есть. И это самые целевые, то есть, потому что так в интернете сложно целевых-целевых найти, а это самые целевые, то есть, мне кажется, что это самое главное. Ну, это в том числе отвечает на вопрос, что в ресторанном бизнесе накапливать подписчиков надо долго. Ну, что, ну, то есть, даже если ты делаешь через семинар, ну, ты же не можешь каждый день семинар подписать человеку делать. Раз в месяц, раз в квартал. Вот, есть такая естественная, не очень быстрая скорость. Какие планы по Ютубу? В дальнейшем конвертируешь ли ты из Ютуба в клиентов в своем бизнесе? Это хороший вопрос. Мы только недавно начали этим заниматься. Доказательств тому, что этому происходит, особых нет. Ну, то есть, есть какие-то там разовые обращения, но доказательств, что это сильно помогает бизнесу, пока нет. То есть, я верю, что это должно так происходить. Вот, но пока это еще не подтверждено. То есть, мы только сейчас начали там вставлять метки, делать call to action, звать людей на консультации там со мной. Вот, кстати, да, то есть, всем, кто посмотрит это видео, внизу будет ссылочка, можно записаться на бесплатную часовую консультацию со мной по диджитализации вашего ресторана. Ничего продавать, впаривать не буду, просто выслушаю вашу ситуацию, подскажу, что можно сделать. Тем более, что у тебя наверняка большая часть подписчиков с Украины, да? Нет, Украина, Россия, и УАЭФ. Ну, тем более, что в Украине мы, допустим, вообще ничего не делаем, поэтому только советами, то есть, у меня там нет никаких материальных интересов. Вот, советами подскажу, да, записывайтесь под видео. Ну, вот, то есть, как-то, то есть, я верю, что это случится, да, но прям то, что это какой-то колоссальный поток дает, прям, пока бы не сказал. Хотя, может, просто я об этом не знаю. Я понял, но все же YouTube рассматриваешь как один из основных инструментов, правильно, в продвижении что есть, хочется поделиться, хочется собрать опыт клиентов и его тоже выпустить наружу и, соответственно, заодно продвинуть свой бизнес. Вот, продвинуть свой бизнес, это треть в этом во всем. Вот, то есть, в целом, этих двух третий мне хватает, чтобы у меня мотивация не падала. Вот, и там каждый раз, когда какой-то конкретный клиент, соответственно, после этого прилетает, я радуюсь, но, то есть, если они перестанут прилетать, я не знаю, остановит ли это меня или нет. То есть, пока, пока нравится. Понял, окей. финализируем последним вопросом. Наши подписчики, это люди, которые, в первую очередь, они стремятся создать свой собственный ресторан. И хочу, как от специалиста, посоветую три основных, главных совета, да, и три совета молодым предпринимателям, молодым рестораторам, которые стремятся открыть новый ресторан. Это не моя мысль, но я просто, она мне очень нравится, кто-то мне очень умный сказал, что сейчас, чтобы открывать ресторан, нужно, чтобы сила притяжения была как можно меньше, и чтобы скорость взлета была как можно больше. И это такая метафора. Сила притяжения это стоимость открытия объекта. То есть, вот уже, то есть, наш первый ресторан, он стоил 300 тысяч долларов. То есть, сейчас вот такое, вот сейчас мы стрит-маркеты открываем там 5-6 миллионов рублей за точку. А есть сейчас суши-магазины можно открыть за миллион, пекарню за 700 тысяч. Вот чем меньше, особенно, когда ты начинаешь, только чем меньше стоимость запуска, тем лучше, сила притяжения меньше. Проще с объектом, меньше денег искать, меньше инвестиций. А скорость отрыва это то, насколько быстро точка выходит на точку ноль. На точку нуля. То есть, если ты можешь выйти, открыть шаверму, метро выйти на ноль через месяц, зашибись. Продолжай, плоди их как бы. То есть, ты можешь лететь очень быстро. А когда ты строишь рестораны по 30 миллионов рублей, вкладываешь в каждые полтора года жизни, и он потом еще год разгоняется, ну понятно, что эта ракета будет дольше взлетать. Вот, поэтому совет такой. Меньше инвестиций, быстрее прибыль. Отлично сказано. С нами был Леонид Комиссаров, диджитализатор ресторанного бизнеса. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова